Здравствуйте! Я Лариса Бузеева. В эфире «Давай поженимся» программа о том, как избавиться от одиночества. Сегодня у нас невеста и три жениха. Отчаявшийся билетёр Валерий, справедливый кредитный специалист Андрей и стеснительный продавец Сергея. Невеста у нас Алена. Давайте знакомиться. Давай поженимся – это счастье. Давай поженимся – это мечта. Раз пришла я на программу, заберу я жениха. Алена. 23 года. Всех своих неверных возлюбленных заставала на месте преступления. Хотела уйти в монастырь, но в итоге решила дать себе ещё один шанс влюбиться. Алена – студентка, гордится тем, что умеет оказывать первую помощь. Мечтает купить автомобиль. Признается, что много нервничает и не любит гладить бельё. Предупреждает, что будущий избранник должен полюбить её маму. Алена не свяжет свою жизнь с занудным трудоголиком. Выйдет замуж за перспективного молодого человека, который водит автомобиль, носит пиджак и дарит цветы без повода. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела вам подарить подарки. Это вот, чтобы вас тепло грело. Вы меня вспоминали, это был год ночи. Пожалуйста. Пожалуйста, Василиса. Спасибо. Удачи вам. Удачи вам. Да? Да. Господи, то, что вы пришли к нам на программу, у нас уже сердце горячее. А ещё мне другое согревать будет. Что молодая с мамой пришла. Я бы построила с ней отношения, если бы у нас совпали с ней общие интересы. Как вы до такой жизни докатились? Молодая девчонка, 23 года. Институт закончила? Нет, ещё не учусь. Ну, заканчиваете, да? И отчаялась до такой степени, что даже хотела в монастырь уйти? Ну, да. А с чего всё началось? Ну, во-первых, не могу найти работу. Вы разосали своё резюме? Да. Я объявила в интернете о своём резюме. И начали поступать... Написала помощник генерального директора? Да, помощник руководителя. То есть это секретарь? Ну, можно сказать так. Ша. Секретарь? Секретарь Ша. Вот. И начали поступать звонки такого характера, интимного, можно сказать, характера. Прям все-все-все. 40 звонков было, я вот приблизительно так. И все интимного характера? Да. Большую часть. Мне кажется, что она просто хочет всё и сразу, вот видишь, она не хочет ничего делать, она не занимается, и 23 года у неё ничего нет. А сразу вопрос, каким было ваше резюме? Может быть, вы не знаете машинопись, не знаете языков? Нет, я работала же помощником руководителя в строительной компании. То есть у вас есть уже и опыт, и навыки нужны? Конечно, опыт есть. Вы москвичка? Я... Московская область, Жуковский город. Фотографии, вот, которые вы рассылали, вы прилично выглядите? Волосики за ушки, свитерочек, юбочка до колена, да? Да, то есть ничего там такого. Рудированная девочка, очень прям заметно. Хозяйка будет хорошая. Что же вы одна-то? 23 года. По Жуковским меркам, наверное, это уже. Все девчонки, наверное, уже выходили замуж одноклассницы. Ну, которые у меня вышли замуж, они развелись. Алена, и что, вы так разочаровались во всех мужчинах? Ну, почти да. А ещё параллельно молодой человек, которого вы любили, расскажите, как вы его застукали. Ну, просто момент был такой, я хотела сделать сюрприз. Обычно я ему всегда звонила, и мы договариваемся о встрече. А мамка не научилась, что не надо делать сюрпризы мужчинам? Я не знала. И вот вы на цыпочках пробираетесь? Да, я... Ну, не на цыпочках, это обычно просто открывается дверь ключом. Вот, и потом захожу в спальню. И видите, акробатические этюды. Да. Что я сделала, я просто... Я не знаю, как другие бы девушки сделали, но я просто взяла, ударила по щечину и ушла. Её обманули, да, она всё равно пришла, всё равно, то есть не отчаивается, ищет, то есть идёт к цели. А кто ищет, тот всегда найдёт. Но у вас же ещё был один неверный жених, когда вы с крыши-то чуть не выбросились. Это был, да, был... у меня был день рождения. А в итоге мне устроили сюрприз, сказали друзья. Говорят, пойдём на крышу. Я пошла на крышу, то есть мне сказали, сейчас всё увидишь. Я говорю, хорошо. В итоге я открываю дверь на крышу и вижу, как у меня молодой человек с подругой целуется. Я считаю, что с подругами знакомить надо только тогда, когда ты уверена, что у нас всё нормально. И как он объяснил, что с ним? Может быть, он пошатнулся, у него голова закружилась, он раз так, чтобы не упасть. Я не думаю, что в губах можно запутаться. Ой, вы знаете, по-разному бывает. Я точно не изменю ей. Я согласен. Потому что красивой девушке изменить. Сколько вам лет, Оль? Ну, 56. Вы замужем? Ну, мы разведены давно. Разведены уже 5 лет, вот шестой. У нас все проблемы начались вот после развода. Вот после того, как папа ушёл. Да. Но, Алёна, я знаю, что вы общаетесь с папой. Я общалась с папой, когда у мамы была операция, нужны были деньги очень срочно. Я позвонила ему, потому что мы так, в принципе, не общаемся, он мне не звонит. Не звонит. Не звонит. Вот. Я ему позвонила, говорю, пап, мне нужны деньги, маме на операцию. Папа мне ответил на то, что ему самим надо кормить и машину бензином. Я, конечно, папа тоже поступил. Не по-человечески, считаю. У меня истерика была, у меня нервы были. Потому что... Она два раза в больницу. Она ушла, он ушёл к крёстной моей. Да, он ушёл к вашей крёстной. То есть к вашей подруге или родственнице, да? А вы не замечали то, что между вашей подругой и вашим мужем флюиды? Ну, вы знаете, я тоже человек очень... Или замечали, но не хотели на этом акцентировать. Я очень человек впечатлительный и сердечный. И у неё проблема была, у неё умер муж. Наш мужья... И она утешалась в вашей квартире. А я две смены работала, я не знала. Я уже рассказывала лет пять назад, как она заходила к нам с мужем на кухню и падала в обморок. При этом у неё почему-то был халат всегда не застёгнутый. И она была без нижнего белья. Ну и не только всякие вот эти проделки. Ну, быстренько эта подруга стала лечиться у себя дома, а не у меня. То есть вы должны были, конечно, утешать её на её собственной территории. Потому что мужчины тоже любят женщин беззащитных и не прочих утешить. И как долго вот это продолжалось-то? Ну, мне три с половиной года было тяжело. Я даже петлюхотела на себя. А девочка как раз в том была подростковом периоде и всё это наблюдала, потому что детей обмануть нельзя. Они на нейтральной территории встречались. Я видела только в машине. А вы не пытались с ней поговорить и сказать, Бога, не боишься? Я не знала. Я приходила к ней, я говорю, вот представляешь, у меня вот такая проблема. Вот он то встречается здесь, то его, я говорю, бросают. Я говорю, другая. Она говорит, а знаешь, а у меня тоже вот сейчас вот всё налаживается после смерти мужа. Они же вместе и с детского шага вместе. То есть вы ни сном, ни духом, что это рассказывает про Икса. Да, она говорит, он женат, правда. И я вот только после этого. А послушайте, а он вообще погули был у вас? Никогда. То есть это вот его так накрыло? Ну, сказали, что там было сделано якобы. Не боролись? Я полтора года. Боролись? Давай туда, давай сюда, тебе плохо. Я говорю, давай, может быть, к психологу сходим. Я говорю, или ещё, я говорю, с ним, с ним, с ним, с ним. Сейчас они спятят. Да, но там уже нет любви. Это я уже чувствую. Ну, это все женщины так себя утешают. Нет, он приходил. Он приходил несколько раз. Да, если бы не было там чувств, он бы был в вашей семье. Ален, а вы понимаете, да, что у вас проблемы с того времени началось, разочарование в мужчинах, потому что папа... Вы ходили к психологу сегодня, их... Ходила. Миллион. И что вам? Мне нервничать нельзя. Мне он сказал, да, то, что у тебя нервная система расшатана уже. Помог психолог? Не скажу прям. С папой поговорили? Не ходила. Ну, пыталась как-то с ним наладить контакт. Ну, а когда я увидела опять в машине букеты цветов, вместо того, чтобы он мне что-то дарил, он мне вообще ничего не подарил. Ну, это такая ревность, да. А там за 23 года ничего не подарил вообще. А почему я так в отношениях не везу, все время красивая, умная девушка? Знаешь, мне кажется, если быть чересчур правильным, очень зачастую многих обжигает то, что мы правильные. Хорошо, Ален, вот теперь я вам даю установку. Пожалуйста, поверьте мне, огромное количество семей, где мужчины воспитывают не своих детей. Вы станете взрослой, выйдете замуж, может быть, и у вас что-то не заладится. Либо вы, может быть, мужчину возьмете, так сказать, в мужья разведенного. Никто ничего не знает, пути Господни. Вы должны понимать, что это ваша единственная жизнь, и она ваша. Пожалуйста, уже перестаньте держать обиду на отца, вот так бывает. Меня тоже мой отец не воспитывал, и что теперь? Я тоже понимаю, что моя проблема оттуда. Но вы сами себе скажите, что вы будете строить свою собственную жизнь. И не обязательно вам попадется мужчина, который будет вам изменять. И перестаньте видеть в каждом мужчине изменщика и обманщика. Хорошо? И мне кажется, вот эта история, что вас все только хотят использовать как тело, и только для своих утех, в этом тоже больше придуманного. Потому что на самом деле нужны секретари. И если вы не будете говорить «звонишь, а звонишь», если вы будете заниматься собой, образованием, чем страдать, то вас, как хорошего специалиста, обязательно возьмет кто-то на работу. Займитесь собой, милая. Хорошо? Вам 23 года. Ну, у такой девушки, я думаю, что должно все наладиться, на самом деле. Она очень хорошая. Посмотри на нее глазки какие красивые. Оль, не скрывали свои переживания и страдания от дочери? Только честно. Не заплакивали в ванной под шум воды из-под крана? Там такие рыдания были. Я сдержаться не могла. Я очень впечатлительный человек. Вы очень впечатлительный человек. А не боялись, что девочка была в пубертате? И что вы могли просто ей... Да не могли, а вы все сделали для того, чтобы ей... Нет, я ее, как говорится, от этого отстраняла. Да, конечно. Вы так рыдали, что вы ее отстраняли. Чем? Вы ее рукой отстраняли. Потому что вам было не до дочери. Вы в своих страданиях купались. Вместо того, чтобы переключиться на своих детей, вот все это. Просто всем женщинам совет. Переключитесь на своих детей. Возьмите еще одну работу. Вы запишитесь на курсы. За волосы себя выточите. Потому что страдания и несчастья матери наследует дочь. Я пыталась, извините, ее настроить. Я говорю, ты, я говорю, молодая, у тебя все впереди. И сами при этом рыдали. Нет, да. А у меня надо было... А у меня все это не все для детей, как папа. Твой, подлеца, рыдали. Надо быть оптимистом. Я говорю, надо ехать. Не будь оптимистом. Нет, не верю. Я говорю, иди на танцы. Иди, я говорю, в кафе с кем-то. На выставки. Иди на танцы, если мама умрет, тебе позвонят. Да, да, да. Я понимаю. Вы, конечно, должны понять, что и ваша вина, и вашего мужа на дочке. Но мы сегодня все силы приложим для того, чтобы девочка у вас проживала жизнь молодой девчонки. Дорогая моя, поэтому я желаю вам жизнерадостного молодого парня, который тоже будет через раз говорить, позвонишь. И вы будете вдвоем в Жуковском, найдете работу, может быть, какой-то бизнесок замутить. Но будете с ним вместе, вдвоем. Хочет в Жуковском, значит, в Жуковском будем жить. Если не хочет, значит, будем жить так хорошо. У вас же есть варианты и там, и там. Конечно. Готов ты готов к замужеству, а преданное никто не отменял. Даже не себя спрашиваю. Мамочку, мамочка, ну как? Что подготовили? Квартиры есть пока. То есть, ну, вместе живете, да? Надо будет тоже, да, наверное, скорее всего, уходить, где-то жить, да? Например, с мамой или там отдельно. Или, например, с мамой в другую комнату, нет? Нет, ну, знаешь, тут такой вопрос, он очень на самом деле тяжелый. А вы мам будете с зятем жить? Ну, вообще лучше одной в гости ходить. Помогать, воспитывать внуков. Это я могу. Я работаю в детском учреждении, детей я люблю. Ну, а что за дочи даете в качестве приданного все-таки? Может, сервизик какой-нибудь, может, подушки там приготовили с крусталем? Ну, это, естественно, все есть. А если будет хороший парень, но без площади, берите в свою семью, подвинетесь. Мы жили пять человек в двухкомнатной маленькой квартире. И были, слава богу, все счастливы. Лучше всего жить отдельно. Не надо с мамой жить. Ну, и, соответственно, самое важное, в общем-то, я даже все эти подсказочки написала, чтобы сам был не бездельником и пресекал безделье. Знаете, можно правильно, как Лариса говорит, и пять человек в одной комнате, но если вот не бездельник, то и всем по квартире, как говорится, дело молодое, время еще есть. Вот не бездельник. Чтобы своими руками что-то умел делать. Аленочка, и последнее. Вот прямо сейчас. Простите своего отца, и вы простите. Простите, пожелайте ему счастья. Вот просто вслух скажите. Папа, я тебя прощаю и желаю тебе счастья. Нет, ну, я по почте... Ну, люблю. Скажите, что я прощаю тебя и желаю тебе счастья. Да, ему счастья в другой семье. Ой, тяжелый вам предстоит выбор. Не просто сегодня, а вообще по жизни. Потому что мужчина вам нужен с одной стороны легкий, с другой стороны уже чем-то увлеченный. Потому что если он будет достаточно легким и веселым, любопытным, любознательным, переключающимся, то это будет мужчина неверный. К сожалению, мужчины такого типа легкий, они действительно не обладают лебединой верностью. Поэтому нам нужно с вами найти того, который был бы достаточно хорош, не обременителен с точки зрения общения с ним повседневного, но чтобы у него уже было какое-то дело. Не в смысле бизнес. Это может быть хобби или увлечение. Это может быть интерес к науке. Это может быть интерес к тому, чтобы достроить дачу родителям. Но пускай у него будет вектор, которым он заинтересован очень сильно. В течение жизни вектор может меняться. И уже ваша задача, как его спутница, будет ему новый правильный вектор подкинуть. Главное, чтобы не было перерыва между одним большим увлечением и другим. Потому что иначе этот перерыв могут заполнить другие женщины. Увы. После рекламы у нашей невесты состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся» на студии Алена. Встречайте первого жениха. Привет, меня зовут Валерий. Потрясающе выглядишь. У нас много общего. Это тебе. Спасибо большое. Спасибо. Проходите. Адекватный. Ну да, есть в нем что-то такое. Ой, как приятно. Спасибо. 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 Спасибо очень мило. Валера, с кем вы пришли? Это друг Богдан. Здравствуйте, Богдан. Ну, чтобы узнать вас лучше, давайте посмотрим на экран. АПЛОДИСМЕНТЫ Валерий. 23 года. Студент Института культуры. Работает билетером в кинотеатре. Гордится тем, что нашел работу. Мечтает стать известным режиссером. Признается, что тяжело просыпается по утрам. Валерий отчаялся найти счастье в личной жизни после того, как его сгладил родной отец. Надеется, что Алена станет его спасительницей. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот еще один из рода раненых папой. Поэтому в жизни ничего не получается, скорее всего. А когда он ушел в новую семью? Вам сколько лет было? Они с мамой в гражданском браке были. То есть вы родились, и он женился на другой женщине, да? Нет, до шести лет. Он вас воспитывал? Ну, скорее так. Но на маме не женился? Нет. А потом женился на женщине, и там родились другие дети? Да. Но вы с отцом продолжали общаться? Продолжал. А вот когда там, что там за история с телефоном? Когда он вас обвинил в краже? Три года назад я пришел поздравить с днем рождения брата. Брату сколько? Брату пять. И так получилось, что я пришел поздравил, но посидел немножко, потом ушел, объяснил, что мне нужно идти. Через некоторое время мне звонок, типа ты взял телефон. Я в шоке, у меня истерика. И вы клялись, божились, что вы не брали? Да. А отец? Нашел потом телефон? Нашел. А он не извинился перед вами, что вас обвинил? Теперь ему надо найти хорошую девушку. Ты видишь, он пришел на передачу? Ну, я тоже пришел на передачу. Ну, я тебе, как мама, желаю только наилучшего. Есть, я сто раз говорила, люди хорошие, есть плохие. И вот плохие бывают и нашими родственниками, иногда даже очень близкими. Все просто забудьте, пуповину эту. Ну, я так и сделал. Хорошо, вы хотите стать известным режиссером? Я просто обучаюсь по сфере организатор-постановщик шоу-программ. И хотел бы по специальности работать. Просто это то, что мне по душе, и мне приятно работать. Как проводите свой досуг? Я провожу театр, музыку, кино. Ясно. А вот девушки, с которой у вас были, где вы с ними знакомились? Первая любовь моя была, это с первого курса института. Мы ехали в маршрутке одной и познакомились. Притом у вас было такое знакомство очень интересное. Вы вышли на остановку, да? И шла толпа фанатов футбольных. Да. Вам стало страшно? Да. И вы сказали, мне страшно. Да. А она говорит, ничего не бойся, взяла вас за руку? Она сказала, ничего не бойся, все будет нормально. И вы так с ней познакомились? Обменялись с телефоном и стали встречаться? Ну, для начала мы просто общались, встречались на парах, потом начали больше проводить время. Я дарил ей подарки, ухаживал за ней. Она даже говорила, что я очень добрый, хороший. А вы... Но ответить взаимностью она не могла. Почему? Она говорила, что... Может быть, вы слишком рабки были и боялись переступить ту самую черту, когда отношения становятся совсем близкими? Я готов был принять ребенка, даже если она от кого-нибудь героиня. Вот так ее любили? Да. Ну, может быть, нужно было как-то смелость подключить, пообщаться с парнями, ровесниками. Они бы вас научили, они бы вам подсказали, как это. Потому что девчонки не очень любят робких. Ведь там дальше поцелуи в щечку и не заходило. Нет. Даже разговаривать не умеет нормально, правильно. Культурно вести себя. Четыре года, да, ваша дружба длилась? Да. А потом, ни с того ни с сего, я решил поздравить ее с наступающим Новым годом, за полчаса до Нового года. И в ответ... Она сказала, да пошел ты? Нет. Ой, да ладно. Она оскорбила. А, ну, жизненные ситуации разные. Ну да, жизненные ситуации бывают, но с этим, ну, думаю, смириться, смириться. А откуда появилась украинская модель в вашей жизни? А мы полтора года общались через интернет, потом вот недавно на сессии встретились с ней. Она приехала на съемки журнала. И вы ей назначили свидание? Да, я назначил свидание. В гостинице, где она остановилась? Нет, сначала мы по ботаническому саду гуляли. А на сессии... Ну, там тоже не поцелуев, ничего? Нет. Просто прогулка, общение. Конечно, спрашивала про общежитие, как в общежитии живется. А вы откуда сами? Я сам в Собнинске. Ну, это недалеко. И когда вы приехали к ней в гостиницу, дежурили, караулили, она не вышла? Украинская модель. С тобой? Чувак, ты что-то, мне кажется, спал и увидел сон, наверное, чувак. Я знаю, вы даже рэп написали в честь ее, можете его прочесть? Могу. Я не знаю, кто тебе дорог, я или он, или просто игра между нами тремя. Уже неделю мы с тобой не видели, скучно стало как-то мне. Без тебя, родная, без твоей улыбки страстной. На нашей дороге не схожи. Ты в Ярославле, я в Москве или в Дубае. Не скучай, родня, скоро встретимся снова. Ладно, спокойной ночи, сегодняши сказки, сегодняши с ней ты будешь думать всегда обо мне. О-о-о-о, мощно, мощно. Мощно сейчас, Хрюк. Ну, мощный парень. Валерочка, а мамы замуж не вышла? Мама у меня за границей. Где? В Германии. Нет, она и не планирует. А что мама там делает за границей? Работает. Работает? Ясно. А к кому приходите со своими проблемами? Кто вам помогает? Кто из старших? Я все с бабушкой живу. Ну, еще ребенок, видно, дитя, он не до воза своей 23-х лет. От бабушки недалеко ушел, в принципе. Спокойно, посиделки, наверное, в 7 часов вечера ложиться спать. А в Москве в общежитии? В Москве во время соседа, да, в общежитии. Бабушка хорошая, мамина мама? Да. Любит вас? Да. А вы ее? Тоже. А я очень люблю сюрпризы, которые нам женихи и невесты показывают. Пройдите, покажите. Я поднимаю свой бокал. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Кошмар во все. Вот так как-то. Но невином хочу быть пьян, хочу быть пьян твоей любовью. Глазами умными в глаза мне посмотри, словами нежными меня заговори. Он просто поет и, понимаешь, эту песню адресовывает девушке ту, которая ему нравится. Могу объехать много стран, чтоб снова встретить твои руки. Но невином хочу быть пьян, хочу быть пьян твоей любовью. Спасибо, Валерочка, дорогой. Я обязательно попрошу Филиппа Киркорова посмотреть именно эту программу. Он вас оценит, потому что это было искренне. Спасибо, дорогой. Ольга и Наталья, как вам жених? Ну, я посмотрела, что он открытый, добрый, с открытым сердцем. И готов, я говорю, на все, чтобы только была вторая половинка и вместе с ним одно целое. Наташа? Ну, мне кажется, то, что он очень робкий. Он не сможет подойти, Аленя. Так вот, он уже пришел. Ну, нет, я не подойти. По типажу, как-нибудь так. Спасибо. Что вы скажете? Он добрый, это я сразу заметила. Но вот... Брутальности нет. Нет, не в этом. Он по коробке, да, вот правильно мне Наталья сказала. Он по коробке. Мне немножко нужно, чтобы он зажигал меня. Если она тебя выберет, то ты будешь все делать. Да, я буду делать все, что для нее. Аленочка, я даже не к вам. Мам! Значит, если не хотите вот таких вот крутас, которые у вас были, жених сразу женится. Во-первых, все будет выполнять. Его главное, кормите, обихаживайте, чтобы сорочка была хорошая. Он же добрый на самом деле. Алена будет ноги об него выпирать. И никаких сюрпризов. Да я не думаю, что она такая. Но, мам, ты чего, рядом будет. Конечно, будет. Алена, а куда ей дети, свое вот это молодое, женское? Ей же надо детей рожать. Ей надо же еще любить. Ален зажигает, вот так вот, либо замуж, а замуж совсем другое. Мне кажется, Валерия нужна близкая по характеру и по темпераменту девушка. Потому что есть огромное количество таких же робких девушек, так же смотрящих на мир, таких же непонятных, которые сами себя не знают и не узнают уже никогда. Понравилась она тебе? Да, она мне понравилась. У каждого человека с напряженным аспектом Солнца и Сатурна есть своя затаенная боль. Есть она и у вас, это с папой связано. Есть она и у него, но только в отличие от вас, она ему, как мне, видится, изломала всю жизнь. Там, конечно, очень непростая семейная история. Мне кажется, что две боли сразу, это слишком много. На одной и той же территории. Поэтому мне кажется, что Валерий должен искать другую историю, другую девушку. Я тут с Ларисой соглашусь. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736, а Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Второй жених готовится к рандову с нашей невестой. А пока реклама. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Алена. Встречайте второго жениха. Удачи! Добрый день, Алена. Меня зовут Андрей. Очень приятно тебя увидеть. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Это все про тебя. Спасибо. Спасибо. Какой галантный. Проходите. Хороший пиджак, хороший галстук. Да при чем здесь это? То есть, все как надо. Лучше смотри. Смотри на человека. Ну, я и на человека тоже смотрю. Ну, чтобы узнать вас получше, давайте на вас посмотрим. Андрей, 27 лет. Кредитный специалист в банке. Гордится победой в конкурсе чтецов. Мечтает открыть оздоровительный пансионат. Предупреждает, что каждое выходное ездит к родителям и любит завтракать в постели. Андрей передумал жениться на своей возлюбленной, когда узнал о том, что у нее есть ребенок. Надеется, что Алене нечего скрывать. Андрей, а как получилось, что встречаясь с женщиной, вы не знали, потому что у нее есть ребенок? Она скрывала это очень тщательно. А зачем, как думаете? Мы... Ну, чтобы наладить свою личную жизнь. А вы прям с ней уже жили? Ну, через некоторое время. Мы стали с ней жить совместно. Вот. И я думал, что если... Совместно у вас? Нет, мы снимали квартиру. Снимали. Вы москвич? Я живу в Московской области. Живите с мамой? Живу с мамой, но есть отдельная квартира. То есть, чтобы уже вопросов не возникало встречных. И вот вы с ней живете в вашей общей квартире, и ничего не просто не предвещали? Никакой детской фотографии, никаких-то ее звонков там? Были. Были. Она говорила, что это племянница. Это мои две племянницы. Ой, кошмар какой. А сколько ребенку было? Семь лет было у девочки, почти. Что вы говорите? А как все-таки узнали? А дело в том, что когда последний... Ну, как бы вот оставались мы... Ну, работали мы вместе, да, то посменно поступает звонок и говорит, что твоя дочь заболела. Когда ты вообще нам деньги пришлешь? А перед этим, как бы, я пересчитывал наши общие деньги. Они лежали... Ну, я знал, где они лежали. Вот. Не хватало. То пять тысяч не хватало, то шесть тысяч не хватало. Как бы я говорю, спрашиваю, а где они вообще денежки? Она говорит, а я вот маме мою там отослала, там, нужны ей там на продукты. Ну, бог с ним, как бы на продукты. Ну, да, конечно. Да, но когда я узнал, что действительно это дочь, я говорю, как ты вообще могла... Как ты могла скрыть от меня, или как ты могла оставить с матерью дочь, или как ты могла мне родному человеку не рассказать? Как ты могла вообще оставить и родному человеку не рассказать то, что мы живем вместе уже, да? То есть у вас не тот факт, что есть ребенок оскорбил, а то, что она от вас скрыла? Нет, я люблю детей. Я люблю детей. И вы бы закрыли глаза на это, или наоборот бы стали помогать? Если бы сначала, с самого начала не было бы обмана, да, то это другой момент, да? А если это обман? Не, ну, если бы у меня была такая ситуация, конечно, я бы тоже сказал бы, я не хочу с тобой разговаривать, когда меня обманывают, это очень плохо. А вот послушайте, а вот если бы, например, ну, я снимала бы фильм, вот такой мелодраму, то у этой мелодрамы было бы продолжение, когда вы узнали, вы бы простили, вы бы забрали ребенка, потому что женщину любите. Ну, это фильм, это фильм, а это жизнь. То есть великодушия не хватило? Наверное, не хватило простить. Хорошо. А вторая у вас была история, вы познакомились, когда отдыхали с мамой в Турции? В Турции, да. С турчанкой. Там вообще милая история была. Вам мама помогла познакомиться? Да, мама у меня вообще, она такая затейница, она не боится ничего и никого, то есть... В общем, вы увидели девушку, и мама пошла и поговорила с ней что-то. Мама стала разговаривать, но она не понимала русский язык. И мама говорит, переведи мне, что она говорит. А я говорю, мама, она говорит, что она не умеет говорить по-русски, мы будем общаться по-английски. То есть мама хотела вас познакомить, и вы же были переводчиком. Я был переводчиком. Да, но ведь девушка была не против с вами познакомиться. Не против. Только она спросила разрешение у своих родителей. Да. И вот ее мама как бы была согласна. Все, и у вас даже начались какие-то отношения. Ну, там не отношения, но были встречи. Ну, не так, как в фильме «Крестный отец», когда вышли с ней гулять, а сзади родственники с ружьями. Нет? Через плечо. Нет, это было так. Она приходила на дискотеку, то есть дискотека была при отеле, да? А приходила не одна. То есть не как это у нас русских водится, то есть с подружками там, да? Ну, с братьями, понятно. Да, а с мамой и с сестрой. А потом что произошло? Ведь она и с папой познакомила своим, и вы даже договорились о том, что ее родители приедут к вам в Москву знакомиться. Ну, так почему вы сейчас не счастливы, женаты на Турчанке? Пропала связь, пропала, наверное, по моей вине. Ему видно было все равно, он решил так, ему так лучше. Ну, это же неправильно, не должно быть так. То есть я звонил пару раз, да, а потом, когда... В общем, потеряли интерес к общению на расстоянии на какое-то время? Да, мне нужно было уже увидеть, вот как вас я сейчас вижу, и как я вижу. Ну, так как ничего не сделали для этого, почему в Турцию можно очень недорого сегодня слетать? Это не проблема. А в чем тогда проблема, Андрюш? Я испугался, скажем так, наверное, отца. Потому что если бы приехал отец в Москву, то это называется, приехал договариваться. Сватать уже. Все, вы были не готовы жениться. Там было серьезно, потому что она говорила, что мой папа монстр. При этом она не шутила. Конечно. Ну, как бы этот монстр, это, по-нашему говоря, человек слова. Хороший отец. У меня папа военный, и если он говорит так, это так. Правильно. То есть монстр по-турецки это прекрасный человек, который свою дочь его обиду не даст. Ну, давайте, вот вы послушали эти истории. Вот сейчас есть конкретно Алена, разница в 4 года. Вы в своей комнате, мне тут Сороку на хвосте принесла, просто в адрес Алены говорили, всяческие дифирамбы, восторги. Нравитесь вы Андрею? Очень. У вас хорошая работа. Ой, про работу можно. Вы всем кредиты вы даете? Всем. Всем. А у самого есть кредиты? А зачем? У меня все есть. Мне нравится, а то знаете, как бывает это, ваш кредит сталь нашими кредитами. Там много афер идет. Ну, нечестный человек, скорее всего. Вам нравится, Андрей? Хороший. Прекрасный. Мамочка сидит, улыбается, хорошие знаки. Мне очень мама понравилась. И Наташа? Очень. Спасибо. Я сегодня вот без мамы, но мечтал в кредит. Да, насколько вы близки с мамой, настолько ли вам важно одобрение вашей мамы в выборе девушки? Вот если ей не понравится. Важно одобрение. А если Алена не понравится? Алена понравится. Топните ножкой и скажите маме, пусть она тебе нравится, пожалуйста, мамочка. А пуповину уже не хотите как-то, я вижу, что вы с мамой очень близки, но уже как-то нужно ослабить, да, самую пуповину? И зажить своей собственной головой. Но если мама, мама точно не враг. Если она его знакомит с турецкими девушками, малопонятными нашим женщинам, значит уже хочется быть рук на руки. Опыт пускай нарабатывает, а что? Все правильно. Ну и слава Богу, сюрприз покажите. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот и спрятался день, вот и вечер затих. Забрал в мечты тепло, я мечтаю вдали, управляя мотив, и значит все прошло. Вдаль унесенные ветром чувства устойшие где-то на берегу неба. Это просто болезнь, дешевая. Чувства, устойшие где-то на берегу неба. Это все для тебя, родная. Молодец, спасибо большое, спасибо, Игоречек. Проходите со своим другом в свою комнату. Молодцы женихи, которые преодолевают свое робы, свое стеснение. И не важно, что это не получается так, как у Филиппа Киркорова. Это не важно. А почему? Но зато это адресно, это для вас. Это для вас. Потому что это эмоционально, потому что голос дрожит. Молодец, Андрюшенька. Понравился вам жених? Да, хороший. А вам, Наташа? Честный, порядочный. А вам, Аленочка? Хороший. Ну, он такой добрый, отзывчивый, по нему видно. Работа хорошая. Ой, я прям сегодня не нарадуюсь. Косяк идет мужчин, которые прям готовы женихи и завтра. Вот это невменяемость женихов мне очень нравится. Прямо горяченьких надо. А с мамой договоримся? Да с мамой договариваться не надо. Она еще и быстрее ее в ЗАГС потащит. Андрей человек очень эмоциональный. А вам нужен мужчина, который не будет вас обременять большим количеством своих эмоций. Который будет достаточно нежным, но не так, чтобы обсуждать, ну, каждое движение своей души, которое случилось за последний час, например. Вот если он сейчас на текущий момент времени умеет это усмирять, если он умеет партнершу, любимую девушку не затапливать вот этим морем эмоций, если он себя уже умеет контролировать, а в 27 лет мы все-таки ожидаем этого, может быть, стоит попробовать. Да, я умею контролировать вообще. И я предлагаю Алене встретиться с третьим женихом. Проходите. Здравствуйте, Алена. Мне очень приятно познакомиться. Это вам. Спасибо. Очень приятно. Вы со своей мамой. Как маму зовут? Да, я со своей мамой. Ее зовут Оля. Ольга, очень приятно. Давайте на вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей. 26 лет. Временно не работает. Гордится достижениями в биатлоне. Мечтает построить загородный дом. Признается, что живет с мамой. Предупреждает, что постоянно носит с собой кулон с бриллиантами, который готов подарить будущий избранец. Сергей решил перевести отношения с возлюбленной на новый уровень и преподнес ей кольцо, но она не смогла оценить серьезность его намерений. АПЛОДИСМЕНТЫ А можете вот сейчас продемонстрировать подвесочку-то бриллиантовую? Ну да, да. И постоянно носите с собой? Молодец. На всякий случай. Ну вот такая вот. А, кстати, очень удобно. Красиво. Очень красиво. Никогда шанс не упустите. Какая? Слушайте, здесь есть, между прочим, 0,3 карата. Я бы тоже хотел такого. Ну, значит, ваше время и стекло. Молодец. Не потеряйте, хорошо? Если не работает, а что он купил-то бриллиантовую подвесочку? Скажите, а вот той девушке, которой вы кольцо подарили, она тоже была с бриллиантом? Очень хорошее такое колечко. Не поторопились, не жалейте об этом? Она вам его не вернула? Нет, я не вернула. Просто как получилось. То есть мы с ней познакомились на работе, то есть мы работали вместе. Потом я ушел... Вы москвич? Нет, я не москвич. Нет, я не москвич, я приехал из Чеменской области. Ага. Вот, то есть мы работали вместе на одной работе. Да. Я ушел с той работы, и она тоже ушла с той работы. Потом мы начали с ней общаться. У нее еще он больше на официанта похож, с своей бабочкой. Почему у вас с ней не продолжилось отношение? А я вот этого не могу понять. Почему? Потому что я подарил ей кольцо, да, то есть мы потом... То есть она пошла домой, я поехал тоже домой. Вот. А потом на следующий день, когда я приезжаю к ней, то есть я зову ее гулять... Она больше у нее планы изменились? Да, у нее планы, то есть она хочет гулять к друзьям, то есть у нее друзья звали. А кольцо не вернула? Нет, я ее не просил, то есть... Ну, так вот просто мне подошло, очень красиво кольцо, но я рад. То, что ей подошло. Да, он кроме как подарка, он вообще не может, наверное, заинтересовать. Подвеску с собой носит, кольца дарит. Вообще, действий-то он может какие-то делать. Олечка, скажите, это вы его воспитали таким джентльменом? Да, почему он джентльменом? Ну, наверное, скорее всего, что да. А я знаю, что в вашей семье тоже произошла трагедия, да, с папой? Да. Вы больше не выходили замуж? У нас произошла трагедия, Сережа остался в 14 лет один, и в принципе... Папа покончил с собой? Да. А причина какая? Он начал встречаться с женщиной, вот, то есть мы уезжали с Сережей, то есть жили не вместе в какой-то определенный промежуток времени, он отказался с нами жить. То есть меня на самом деле перевели в другой город. Потом он приехал... А когда вы узнали, что у него роман? По приезду, то есть по приезду, да. Он изменился. Я обратно вернулась, я оставила все, то есть... Но уже поняли, что там ваше место кто-то занял. Вы знаете, для меня было дороже семья, чем работа. И в конечном итоге я вернулась домой, но узнав вот такое, что он изменил, а он тоже не мог, видимо, себе простить этого. Он застрелился, повесился? Застрелился? То есть у него есть свое огнестрельное оружие. Сергей, скажите мне, пожалуйста, а дети где? Я просто хочу про рану Сергея. Мы дома были. А он это сделал где? Дома. Сережа, вам было 14 лет? Ну да, мне было 14 лет. Помните, наверное, все, как сейчас, как будто было вчера? Нет, почему? Так смутно помню все. А так... Ну, чуть-чуть я закрылся как бы от этого. То есть с людьми плохо общался, то есть с ними не разговаривал, не доверял, как бы, да, вот так. А потом уже более-менее. У меня такое было несколько лет назад. Но я все-таки... Уж как... Переступил через себя? Да, уже как 5 лет. Переступил через себя и стал быть выше. У вас были близкие отношения с отцом? Нет. То есть мы с ним редко общались. То есть иногда мы с ним общались. А как вам кажется, Оля, он вообще был, в принципе, отец психически уравновешенным? Да. То есть... Ну, у нас нормальная была, хорошая, здоровая семья. Суицид передается по наследству. Да, это точно. То есть он также может покончить жизнь самоубийством. И останется она через год домой. Вы хорошо знаете своего сына, Сергея? Ну, я думаю, что да. Нет, если все время держать за руку, это не значит, что вы хорошо его знаете. Чем он живет, что ему нужно. А как же, конечно, я спрашиваю постоянно у нас. Иногда он даже сердится. Почему ты спрашиваешь? Мама, почему? Ну, потому что она... А ваше вот материнское сердце не подсказывает, что вам, допустим, хорошо бы разъехаться, если есть такая возможность, и не жить вместе с Сергеем? А, допустим, переедет он, будет жить без вас, и личной жизнью его устроится? Я совершенно согласна. Вы правильно сказали, что у человека, ну, он уже... Но есть такая возможность? Есть такая возможность? Да, я сейчас думаю над этим. Просто... А почему вы над этим думаете, а не 26-летний парень? И как вот 26 лет можно не работать нигде? Ищет в поисках. В поисках. У меня еще есть дети. Младшие? Нет. Младшие и старшие? Старшие. Ну, так понимаете, сколько... Они уже взрослые, у них своя собственная жизнь. Займитесь, Оль, с собой. Отпустите пацанам в таком напряжении, Сергей. Я же вижу, это противоестественно. Не нужно. Вообще, я хочу сказать, это абсолютно вот такое российское, вот, подкожное отношение. Лезть в душу своих детей, своих родителей. А кому же еще лезть-то? Нельзя этого делать до определенного возраста. А потом отпустите, перестаньте. Ну, не ваше это дело. А что? Все те его романы, они должны проходить без вашего ведома. Вы не должны вообще в этом участвовать и знать об этом. По большому счету, ваше мнение в выборе его спутницы, это тоже не должно иметь никакого значения. Здрасте. Потому что он сидит... Роза, это мое собственное мнение. Да, конечно. И Сергей, да, посмотрите, он аж заулыбался. Он достаточно взрослый, чтобы жить своим собственным умом. Отпустите. Пусть коммуналки съемны, но один. Не нужно ваше присутствие. Я согласна с вашим предложением. И я думаю, я дам такую возможность. Отпущу свободное плавание. Ольга. Давно пора было. Позавчера. Вы знаете, это и Ларисина мнение, а еще есть ваше мнение. Вот так отпустите и извиняйте потом. Будете расхлебывать. И не дай бог, что с внуками придется расхлебывать. Да и слава богу. И что, слава богу, отчимы всякие там, эти мачки и так далее. Он у вас еще не работает даже. Вот вы сначала эту проблему решите, а потом уже отдельно вы это. Нет, он не работает, потому что он живет с мамой. Потому что мама ему всегда принесет котлетку и пюре. Он не выглядит несамостоятельным. Нормально молодой человек. Вон, с биатлоном занимается. Правда? Чусь ишь молчишь. Да, занимался. Ну, сейчас невеста замуж перезахочет за тебя. Бабочка вон. И что, маму он только постирала, погладила. Отчего? Отчего он будет уходить? Отчего уходите от жизни сами? Через пять лет, через десять? Ну, например, хочу построить свой дом. То есть, создать семью. А вы уже ее создали. Ваша семья – это вы и ваша мама. Ну, да. У вас уже есть семья. Вы знаете, что вы придете, вас мама накормит, вам мама постель раздет. Вечером вы посмотрите сериальчик или программу, потом обсудите. Это ваша семья. Две семьи параллельно бывает очень редко. Поэтому, пока вы не уйдете из этой семьи, мама и вы, вы другую не построите. Просто усилием воли. Вам и так хорошо. Поэтому вы можете быть в следующих отношениях приходящим. Куда вы придете, как мужчина, к возлюбленной, а потом вернетесь снова с мамой. Потому что вам с мамой будет всегда уютнее, удобнее и комфортнее. Аленочка, если так случится, вы поедете на территорию Сергея, в город Сергея? Ну, если так, то да. Да? Хорошо, милые. Покажите сюрприз. Я приготовил тебе сюрприз. Угу. Присаживайся. То есть, ты меня не бойся. Я просто хочу тебе сделать просто приятный массаж. Давай. То есть, у тебя шикарные волосы, у тебя красивая спина, ну, то есть, ты пахнешь, как лепестки роз. Вот. Ну, ты очень хорошая девочка и, думаю, у тебя все получится в дальнейшем. Я тоже на это надеюсь. Вот. У тебя нежные руки. Получаешь удовольствие, Боже мой. Готов тебе это делать, например, как и дома. Хорошо. Спасибо. Молодец, Сереж, не бойтесь себя, отпустите его, Господи. Спасибо. Болечка, проходите в свою комнату, забирайте сына. Вот это да. Что, будем рассматривать, как жениха? Конечно. Наташа. Ну, я думаю, можно тоже, да. Красавчик такой. Весь такой чистенький, аккуратненький. Да. В костюме, как вы и хотели. Интеллигентный. Угу. И, посмотрите, уже сделал первый шаг, посмотрите, просто аки-маньяк сзади подкрался. И, ну, ее не поймешь. Ни то массаж, ни то души собрался. Неплохо, неплохо. Я вот ничего, на самом деле, не почувствовал, когда... Почему? Ну, это вот твое, это, 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 может, было твое. То есть, да, ты что-то, может быть, почувствовал, а когда я подошел к нему, я вот ничего не почувствовал. Вот, наверное, если он уедет, как бы, от мамы, да, мне кажется, что-то будет, потому что он... А куда уедет-то? Ну... Поедешь с ним в коммуналку или съемную. Молодец. Ну, если мне человек понравится, то я поеду. Конечно. Это нормально. У вас вся жизнь впереди. Все, на все заработаете, если цели такой зададитесь. У меня даже энергетика хорошая. Ты вот не понял? Нет, я вообще ничего не понял. Сергей по складу своему такой спокойный и такой выдержанный, что мужчина, наверное, другого типа нормально бы воспринимался рядом с мамой. А так фактически мама доминировала даже здесь. В 26 лет это странновато, в 30 лет это будет уже большой проблемой. Поэтому у него еще есть время на разгон. Ну, мне кажется, что все мы с чего-то начинаем и как-то развиваем отношения. Да, и после рекламы мы узнаем, в какую дверь постучится наша невеста. Оставайтесь с нами. Ольга и Наташа, мне было приятно, что вам не все равно, как сложится судьба вашей дочери и вашей подруги. Но придется порекомендовать только одного парня. Поэтому кто он, как вам кажется? Ну, если смотреть все кандидатуры, первый, он искренний, добрый, но он наивный. Он чистый мальчик еще. Ему еще рановато. Если она тебя выберет, пойдешь? Да, я пойду, если она меня выберет. Второй, он активный, он такой рассудительный, потому что у него есть все-таки надежность. Да, и работа, и зарплата, и он уже может предложить что-то для своей половины. То есть вы кого? Ну, мне вот второй понравился. Спасибо. Как вам, женихи? Хорошие женихи. Все по-своему хорошие, скажу так. Да. Вот. Но я сделала свой выбор. Я надеюсь, что Алена выберет все-таки тебя. Если она выберет меня, то я выйду. Но третий Сергей мне тоже чем-то понравился. Мне тоже понравился. Если у вас есть силы по первости хотя бы заботиться о Сергее так, как мама его опекает, потому что если будете хуже, то он вернется к маме. То Сергей, если хотите вот прямо рука об руку самостоятельно и прямо с завтрашнего дня, то Андрей. Роза. Я, конечно, за Андрюшу. В отличие от других женихов, там реально побогаче, собственно говоря, будет. А потом просто, Маленушка, напомню, нельзя ожидать счастья в браке, если вы его туда сами не принесете. Вот идите с чистыми помыслами. И все сложится. А звезды подсказывают, Вася? Подсказывают, что если вы готовы не дразнить впечатлительного и эмоционального Андрея, если вы готовы не быть капризной девушкой, а это требует определенной взрослости, то тогда, конечно, имеет смысл выбрать именно его, Андрея. Ну как тебе, невец понравилась? Да, очень даже понравилась. А если она зайдет в эту комнату, ты за ней выйдешь? Конечно. Слушайте себя, мы вас в любом случае поддержим. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте СМС их номером по телефону 4151. Александр, 23 года, номер 3015. Работает диджеем в московских клубах. Увлекается велоспортом и дайвингом. Любит смотреть кино и путешествовать по миру. Ищет нежную и творческую девушку, которая будет разделять с ним его интересы. Виктория, 30 лет, номер 3016. Руководитель отдела закупок в парфюмерно-косметической компании. Изучает испанский язык, занимается сальсой и пилатесом. Ищет надежного и неконфликтного мужчину с чувством юмора, который не любит сидеть на месте. Мы не знаем, выйдет Алена одна или с избранником. Я приглашаю всех выйти и поддержать ее. Привет. Привет. Надеюсь, что все может сложиться. Конечно. Хорошо, пойдем. Пойдем. У нас есть пара Алена и Андрей. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, вы захотите с ним познакомиться. Отправляйте смс имени героя на номер 4151. А я, Лариса Гудеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай, поженимся. АПЛОДИСМЕНТЫ И вот вы свою козу в европейский огород. Она говорит, мне надо немножко задержаться. Я говорю, ну сколько? Ну на месяц. И пропала на три месяца. Алло, милая, да, я в Рязани. Да, скоро буду. Ты разве ничего не знаешь? Я говорю, нет, не знаю ничего. Она говорит, да коллега же женится. Уважаемая Анна Оргазмовна, согласны ли вы жениться, вы выйдете замуж за Петю Пупкина? Ты, ты, снова ты, Пантелемон. Редактор субтитров А.Семкин